Пенсионеры Пропали целое поколение хоккеистов Сейчас ребята 90-х годов Они должны еще вырасти Как хоккеисты Или Косячука Надо отправлять на пенсию Когда именно сегодня ходят И смотрят и любуются его игрой Так же как игрой Николишна Как игрой Катулеса в Беркуте Или Брисгала в Беркуте А тем ребятам уже кому 30 А кому и за 30 лет Но так как в Украине Есть целый провал Провал целое поколение хоккеистов Провал так получился То что сегодня к нам едут легионеры Это как раз Именно плюс Для нашего хоккея Но одновременно все должно работать В системе и должны работать школы Не только те которые называли У нас требования чтобы каждый клуб Создавал школу И все если система заработает Я надеюсь что в ближайшее время В ближайшие годы эта система заработает То качество игры будет расти Качество клуба будет расти И требования к легионерам Будет как раз качественно Помните я в самом начале сказал Клубы начали переходить От количества по созданию команды К качеству А сегодня как раз это качество есть И те легионеры Николишн, Катулес, Брисгалов, Криомас И целый ряд других ребят Которые приехали к нам играть Представьте Кто мечтал о том Что у нас будет играть Не только белорусы и россияне А литовцы, латыши, чехи, словаки, американцы Я считаю что это плюс И чем больше будет легионеров С разных стран Тем больше будет популяризация хоккея Как в середине страны Так и за пределами Украины Популяризация нашего хоккея И нашей леги Продолжение следует...